здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий пожалуйста подписывайтесь на мой канал делитесь видео комментируйте ставьте лайки сегодня мой гость игорь мосичук политик публицист блогер добрый вам день добрый день виталий добрый день давайте начнем с опроса который очень даже резонансный мне кажется поддержка зеленского украинскими гражданами по последним вопросу к миса на 8 процентов упал речь идет ось последних семи месяцев тенденция недоверия шмагалю премьер-министру также очевидно но она имеет больше процентаж как бы негатива ну и если честно сейчас насколько я понимаю после определенных событий ситуация меняется не в пользу украинской власти чем это по вашему мнению можно объяснить смотрите первое я не доверяю этим вопросам и вообще толком провести невозможно но даже рисуя условно говоря какие-то цифры нельзя 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 нарисовать тенденцию возрастания когда все видят тенденцию падения когда идет тотальное падение и на международном уровне и на уровне внутри стран доверия падает это процесс уже не обратимые металлическая президент когда президент вернулся с сша с генассамблею совсем что там вокруг да произошло я сказал президент вернулся хромой уткой когда румынский парламент отказал выступление президенту я сказал наша хромая утка хромает на обе ноги когда президент израиль не просто отказал а так ну корректно настучал по носу до сего желанием будучи евреем побывать в израиля во время этих всех событий учитывая так все я сказал уже и хвост волосится по земле если говорить о международной да ну корректно если говорить внутри страны но построение концлагеря кндр заповедника имени берии где ключ от границы закрыли границу на ключ а ключ отдали коррупционеру под подушку и он ее достает ну когда там надо вы думаете это может привести к возрастанию поддержки нет но я думаю что любой зритель поинтересуется какой же был рейтинг узелинского 7 месяцев назад ведь я об этом пока не сказал теперь я уточню значит 7 месяцев назад то есть речь идет о феврале месяце поддерживала зеленского 90 процентов а теперь 82 и таким образом выходит что все равно у зеленского очень высокие рейтинги несмотря на определенные негативы еще раз я не верю ни в один из этих вопросов другое дело подождите вы считаете что меньше даже у зеленского сейчас рейтинг я считаю что меньше 50 ну уж мигаля было я считаю что главнокомандующий валерий за ужин имеет больше рейтинг чем президент а что же это за всплеск эмоций социологов а господина как его ну ну это к мисс вообще говорю что псж лидирующая партия в стране при определенных опросах поэтому я бы по поостерегся что касается смыгаля это вообще ржать но это ржать потому что там поддержка если пять процентов есть то это очень хорошо нету никакой поддержки ни шмыгаля не правительство если зеленского она есть она упала но она есть да то правительство ее нет правительство не вылазит коррупционных скандал правительство на передовой коррупции находится и это коррупция которая касается каждого из нас украинцев поэтому это не просто там какая-то заоблачная это касается каждого из нас это они продают выезд по системе шлях вместе с главами областных военных администраций это они разворовывают гуманитарную помощь люди же это видят когда гумпомощь продается на привалках когда оказывается треть гумпомощи для вооруженных сил украины которым мы собираем ну деньги свои украдено понимаете когда вылазит представитель правящей партии и предлагает закон про крепатство ну вот как хочешь выехать за границу заплатить мы просто позже об этом будем говорить на самом деле это вызывающее ну я сообщаю господину мазурашу и всем кто его поддерживает и кто главное не порицает потому что если молчат то значит поддерживают да соглашаются вот я хочу напомнить что в украине никогда не было крепостного прав оно было во время оккупации то есть ну что вы предлагаете вы предлагаете ввести крепостное право в ремонт российской империи душами продавать туда-сюда выехать хочешь откупись как тараса григорьевича будем сбрасываться выкупать скрипатство кого-то так или нет о чем вообще речь мы сейчас детализируем буквально через небольшой промежуток времени а вот эту инициативу мазураша народного депутата кстати давно славен тем что какие-то странные мягко говоря инициативы заворачиваться на проекты очевидно но давайте так вот вы говорите о коррупции о военной ситуации о я так понимаю имею ввиду в том числе наглых военкомов вот давайте рубрика парад уродов давайте поговорим на эту тему это очень интересно вы знаете я обратил внимание вот например да какие нажили себе деньги люди уже же есть статистика потому что правоохранительные органы об этом открыто стали говорить ТСМ поцупала у меня и у себя выставила как свою собственную статистику ну бывает может быть вы ее и озвучите это будет правильней да сейчас одну секунду буквально я ее озвучу естественно ну пока вы будете как бы ориентироваться я все-таки начну например наш с вами друг в скобках я говорю о Евгении Борисове Евгений Борисов это военный комиссар Одесской области военком у него обнаружили приплод на сто восемьдесят восемь миллионов гривен я знаю что там и сейчас очень темная история у него там сейчас арест но я там помню что он 22 октября закончился и якобы сейчас правоохранители и прокуроры пытаются каким-то образом продлить его арест чтобы он как бы дали а не соответственно затем такой руководитель Малиновского районного ТЦК Вячеслав Кушниров его 47 миллионов оказалось прибыли за последнее время в военное время я так понимаю на тех кому там выписывал белые билеты продолжался продолжать дальше у нас поменялась ситуация у нас на третье место героически выходит руководитель Ровенского областного ТЦК Сергей Лучук с 46 миллионами он обогнал заместителя главы войскамата Одесской области ну Борисова собственно Дениса Галушка у которого всего нам всего 14 миллионов дальше идет руководитель одного из районных ТЦК Харьковщины потом идет военный комиссар Полтавской области потом идет военный комиссар Днепропетровской области потом последний пойманный мной за ухо военный комиссар Сергей Бабич да то есть у них значительно больше 10 миллионов гривен и пошло по процессе Виталий, я что хочу сказать первое большую половину этих товарищей поймали журналисты их выявило не на ЗК как минимум по троим проверки на ЗК существовали лично по моим заявлениям и в одном случае по публикации моих коллег вот это во первых это о качестве борьбы с коррупцией потому что у нас там тоже опрос недавно был и написали что там 60 процентов я полдня смеялся довольны уровнем борьбы с коррупцией это один момент второй момент это ноль целых ноль пять десятых от общего числа коррупционеров в системе ТЦК СП там на каждого второго ткни пальцев и можно тянуть за ухо в буцигар это раз второе тут по многим не все имущественные права правильно оценены и правильно и все показаны то есть тот же Борисов допустим продали по моим скромной информации 60 тысяч справок не въехали с Киева покупать не въехали с других регионов то есть хаб такой хаб поэтому мы не знаем сколько в Киеве продано это покрыто военной тайной какой-то вот я хочу написать запрос и напишу обязательно с понедельника запрос по поводу количества вновь испеченных инвалидов и людей которые получили по строчку по разным причинам после 24 февраля и отдельной строкой попрошу сколько получила после участия в боевых действиях ну потому что есть же и действительно люди ну которые стали инвалидами потеряли конечности ну и тому подобное но множество ж купило надо понимать сколько купило понятно фамилии мне не дадут но цифры пускай озвучат чтобы мы понимали и чтобы мы понимали сколько таких людей у нас нашлось по сравнению с довоенным временем а вам не кажется что они продавали эти справки я так понимаю ну пиковый период понятно что 2022 года начался с 14 я например знаю такие истории когда дети чтобы случайно не попали на то время в сегмент проведения антирористической операции также покупали справки но правда цены были немного меньше то есть они промышляли уже много лет эти ребята во первых эти ребята промышляли много лет во вторых после так называемой реформы а точнее смены вывески функционала с военкоманта на ТЦКСП к ним еще одна функция подвалила об этом же мало кто говорит как расшифровывается территориальный центр комплектации и служебный подготов а комплектация и служебная подготовка особенно то что касается бригад территориальной обороны такие сумасшедшие деньги которые выделяли из бюджета городов район областей на ТРУ куда уходили эти деньги плюс бюджетные деньги ну я приводил несколько раз пример полтавской 116 бригады ТРУ на которую было выделено по моим скромным подсчетам с разных бюджетов разных бюджетов кроме государственных около миллиарда гривен только с областного бюджета было выделено порядка 460 миллионов плюс там городской полтавы 150 кременчуг кременчуг лобион там поменьше районные понимаем да то есть это все вот-вот-вот-вот-вот где-то там около миллиардов за миллиард натовскую бригаду можно обмундировать одеть обуть а самое главное обучить когда моих земляков бросили с ТРУ 116 бригады подбахнули они до этого один раз на полигоне стреляли машины им покупали волонтеры родные покупали плиты плитоноски разгрузки каски и тому подобное у меня вопрос а где миллиард ответа нету а тут уже когда ну серьезно я начал стучать ногами в двери разные и родители и жены ну родственники людей которые в боях были начали чуть ли не двери выбивать военкоматах и военных администрациях тут появилось дело ДБР вот например оказывается они в бригаду купили переносные домики да и в пять раз завысили цену они что они сделали они взяли обычные морские контейнеры в этих контейнерах порезали окна повставляли какой-то дешевый унитаз душ ну понимаете да то есть перегородочки и все а продали в пять раз дороже от цены там условно говоря действительно переносного домика вот сейчас возбуждено дело идет следствие но тут надо выяснить где автомобили которые передавали где деньги и так далее это пример одной бригады одной а таких бригад в каждой области в каждом этом самом вот вот этот самый маленький по крестеныш военком по объему украден ну по рейтингу который составили журналисты на основании этого это вы говорите о сергей бобича да там были случаи когда люди которые получили белые справки и выехали за границу перед этим переписывали свое жилье на родственников военком вот так даже да поэтому ну это очень в общем как говорят врачи это сильно запущено но я хотел обратить внимание вот вы говорили относительно последнего яркого такого представителя вот этой всей катавасии это Ровенский военком он в свое время привлек внимание правоохранителя тем что в общем то избил военнослужащего очень грубо и с серьезными последствиями ГБР ему на то время уже дало подозрение сейчас когда начали разбираться обнаружили что он несметно богат ну по украинским меркам да вот просто интерес нашим зрителям будет я задекларирую то что значит у него оказывается больше ну это то что на плаву то что очевидно больше 46 миллионов гривен дома участки земельные кроме того он занимался строительством параллельно гостиницы в формате роскошного коттеджа городка более далее вернее значит разводил у него был пруд свой оказывается большой он там разводил элитные виды рыбы ну короче стебористовал как только мог большинство из того что я перечислил я говорю об имуществе принадлежало там какому-то поставному лицу непонятному и его тетке пенсионерке которая получает очень маленькую пенсию и живет как бы я так понимаю в таком статусе во как бывает кому война а кому мать родна ну я хочу напомнить я хочу напомнить я хочу напомнить что именно этот военком спалился на совершенно других вещах даже да он избивал своего подчиненного подчиненный это передал кому-то это попало в сеть ну и дальше понятно так вот там был очень интересный момент там был момент торговли наркотиками и наркотики были изъяты во время обыска у меня вопрос они случайно никуда не делись не хочет этот военком ну следователь рассказать выяснили они откуда они взялись кому их он продавал раздавал ну что это вообще вот это серьезный вопрос он же не рыбкам в корме подмешивал этим элитным в пруду вот марафетка говорится откуда и для кого вот это очень серьезный вопрос в контексте того что я вчера общался со своим близким товарищем и соратником которого сейчас подразделение перебросили под Авдеев и он говорит такое количество людей которых сносит крышу и они начинают употреблять наркотические средства ну алкоголи наркотические средства он говорит я не пью я не употребляю потому что я хочу выжить ну я хочу прийти достойно войну а люди вот грушат алкоголем грушат наркотиками выходят в поле а у них там дроны летают ну понимаете как пчелы в голове стреляют непонятно куда непонятно что и таких случаев много под Киевом есть несколько клиник которые практически забиты уже людьми привязанными к койке по причине того что они могут составлять опасность для себя и окружающих и это это влияние психологического стресса на фронте умноженного на употребление синтетических наркотиков это очень серьезная тема отдельная история как говорится да это я понимаю что это вообще социальная проблема очень серьезная кстати она после окончания всего этого ужаса для украины будет остро как бы актуальной и честно говоря мы об этом будем дальше после войны знаете первые наркоманы морфинисты мне бабушка рассказывала у меня мать кстати была наркологом и бабушка медики бабушка мне рассказывала что первые морфинисты появились после второй мировой войны это люди ампутанты кого там не загребли и на эти острова не вывезли да как вывозили у кого были семьи они употребляли все равно морфий чтобы снять боли психологический стресс и этих людей знали я помню в детстве мне бабушка показывала этих людей и говорила вот такая ну тогда нам было принято решение как вы знаете свести на остров возле совокол всех ампутантов и они доживали свою жизнь да это известная история но все же вернемся к рубрике аппарату родов вы насколько я знаю очень связаны хорошо с полтавщиной но это ваша родина скажите я вот недавно обратил внимание был просто удивлен значит есть такой полтавский военком холодов михаил он практически заполнил в один момент все украинские сми да он там комментировал ситуацию значит с военнослужащими с нехваткой с комплектацией то есть активно себя проявлял и выглядел достаточно уважаемым военным в этой сфере да авторитетным и самое интересное что абсолютно якобы никаких скандальных историй его о нем не слышно было и они его эти скандалы не сопровождали но после такой медиа активности правоохранители занялись им так же ну наверное профилактически и оказалось что он так же несметно богат более того его богатство нажито и примножено именно после начала ужасных событий после 22 года и это богатство оно росло стремительными темпами смотрите я повторюсь каждый второй а возможно две трети ну всех этих военкомов ты к ним пальцем не ошибешься это раз во вторых уже несколько случаев в том числе и на полтавщине да у себя отслеживаю знаете каких поймали оштрафовали отпустили военком мир города поймали на взятки три тысячи по моему оштрафовали уплатил что-то отпустили что это за практика я понять не могу это раз второе наверное такое законодательство я вот это слушаю да нет они идут на угоду со следствием или они откупаются просто идут на угоду со следствием да это одна история я считаю неприемлемой и вторая история которая меня тоже очень возмущает это то что президент страны два раза с интервалом в месяц если вы помните всем нам пообещал что все военкомы пойдут на фронт а на их место придут пацаны которые прошли огонь в воду медные трубы на фронтах и тому подобное как оказалось на фронт никто не пошел все там в каких-то резервных ротах подразделения когда я начал интересоваться почему мне говорят и потому что их нельзя отправить они не боевые офицеры и так далее и так далее мы им боимся доверить ну такое такие я говорю ну так создайте с них друзья создайте с них отдельную штурмовое подразделение поставим боевого офицера руководить будет у нас капелевский батальон да там офицеров с но это никто не хочет делать подход подход к мобилизации подход к формированию частей вооруженных сил то придет на место этого военкома тот кто воевал и это будет вопрос времени когда он возьмет первую взятку ну да понимаете надо менять систему это раз второе далее ну реально мы проваливаем мобилизационный процесс именно из-за того что система мобилизации как была советской так и осталось я вообще по этому поводу вывел целую кухню мы девять лет рассказываем про декоммунизацию если не десять мы декоммунизировали даже наверное в иральне на вокзалах где серпы молотые висели но психологической декоммунизации не было у нас ДЦК работает как советские военкоматы и подход у них чисто советский поймать на улице и отправить чуть ли не в штрафбат мясные штурмы ну давайте скажем честно контрнаступление провалено и провалено благодаря тому что подход к нему был Жуковский вот чисто Жуковщина чистой воды Жуковщина в самом худшем проявлении потому что когда две бригады положили за две с половиной посадки то как это называют какая была необходимость это делать и какая мотивация осталась у тех кто вышел когда они выходят с этого пекла и наблюдают гопца 30 гопцаца в славном месте Лева как гуляет прокурор Ильницкий с ДБР Москвой или как Юра Ткач этому блогеру засыпает баксами под русский рэп а у богера оказывается мама руководитель центра занятости Ивано-Франковской области и фиолетово абсолютно ДБР бухал на этой свадьбе первой даже Роман Труба присутствовал первый руководитель так супруга новоиспеченная работала как раз в системе которую руководил Труба на то время и судится по сегодняшний момент это самое да я глубоко в курсе значит это ну так приоткрою нашим зрителям завесу позвонили мне там люди определенные кондитер и рассказали о торте а я позвонил коллегам во Львов медиа журналистам ну а дальше они раскрутили эту историю как вы ее это о цене торта там что 100 с чем-то тысяч гривен около больше 100 тысяч гривен 3000 евро но появилась информация что родители у Ильницкого может быть у этой Москвы фамилия такая в барышне они же хотя конечно там то что мы делаем как бы разбираем детали это наверное не очень корректно но все же они занимались родители бизнесом и говорят они очень даже не бедные ребята поэтому они спонсировали свадьбу своих детей или это все отмазки для врежа первое это правда ну так о чем мы тогда поднимаем кипиш с этого мы поднимаем о других вещах типа что некорректно в такое время так гулять смотрите мы поднимаем о других вещах о том что люди которые были на этом мероприятии да на этой свадьбе они кричат о патриотизме о наступлении там были контрразведчики там были чиновники разных уровней там были священники и так далее и так далее а за 300 метров на Уичаковском кладбище хоронили наших воинов в то время как Оля Полякова пела отапка ну грубо говоря это несопоставимая вещь это раз во вторых на свадьбу эту потрачено около 1 миллиона евро я не знаю этот миллион честно заработан получестно заработан украден это же не я должен выяснять это должно выяснять соответственные ведомства которые гуляли на свадьбе ну грубо говоря мама этой барышни Москва адвокатеса обслуживает такого себе большого патриота галецкой земли как Купс он же бывший депутат от партии Свобода Кривецкий да 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 я знаю это что да а застройщик отец Ильницкого очень известный покажите мне честных супер застройщиков на вопрос к ним надо было это гуляние вопрос к гостям особенно тем которые призывают мобилизации ну занимаются этим занимаются пропагандой каким нормально вот давайте так на самом деле Игорь здесь идет о морально-этических тонкостях наверное вы правы конечно же по бабках по бабках ответ должен дать ДПР НАБУ ну те органы которые этим занимаются в первом случае я допускаю я допускаю что родители могли заработать но опять же мадам работая в ДПР купила себе лакшери автомобиль за двести с хвостиком тысяч долларов и не задекларировала мама подарила жених подарил ну я не знаю понимаете да то есть плевать она хотела это раз второе мне тогда когда она была на госслужбе или уже после да 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 именно в период ее работы в ДПР второе что меня возмутило кроме ну морально вот этого эдической истории о которой мы говорили смотрите ТЦК львовская мы повестку вручили но во первых не вручили а в ящик почтовый бросил это как говорят наши две большие разницы а во вторых а во вторых ну ребята а у нас что повестка наказания это два а третье скажу инсайд у вас расследование продолжается оказывается молодой человек 150 дней на больничном перед этим ни хрена себе восстанавливает здоровье 150 дней а это в прямой путь инвалидности как вы знаете и призвать его ж нельзя да а злые языки во львове говорят что адвокат москва решала вопросы оформления инвалидности как адвокат сопровождала клиента то есть у вас даже есть документы и подтверждения вот этих всех фактов которых я понимаю что она будет в суд подать ну да ну да да это все действительно ну у нас сословное общество поэтому вы же понимаете и сейчас особенно это проявляется есть самая большая проблема в этом и есть самая большая проблема в социальной несправедливости мобилизации когда крестьянина рабочего их детей на улице можно схватить у воощр и отправить на передовую то дети москвы или ницкого старшего и подобное могут болеть 150 дней покупать справки дети чиновников дети нардепа дети руководства страны какого-то я извиняюсь параллель может не совсем понятны но как мне сказал мой товарищ националист с которым я общался под Авдеевкой который говорит так пригребанных коммунистах сын Сталина в плен попал и его менять отказали а тут говорит бляди по закордонам зажирают и в инстаграме фоточки постят ну вот давайте как раз об этом и поговорим это очень интересная история значит золотой билет для того чтобы откосить и вернуться домой значит мужчинам которые как известно незаконно выехали за границу мы вспоминаем законопроект Мазураша который уже как бы оглашен не знаю рассмотрят или нет но в общем тот кто уехал так называемый уклонист может заплатить по этому законопроекту двадцать пять тысяч восемьсот девяносто гривен а сколько это получается семьсот долларов ну что это такое да и речь же идет за каждый месяц заплатить эту сумму сколько он не был от начала войны в Украине и государство закроет глаза ну то есть не будет никаких санкций предпринимать к этому человеку значит речь идет таком понятно но но это же понятно что не будет никаких юридических последствий за каждый месяц запашляешь таким образом но самое прикольное что в обществе уже начали активно это обсуждать и говорят а вот этот батальон монако детки прокуроров депутатов и так далее почему они должны платить например там 700 долларов они должны платить десятки тысяч долларов потому что это отдельная история отдельная каста людей смотрите вообще я считаю что они ничего не должны ни одни ни другие платить ну это очевидно ну мы же с сарказмом к этому подходим да я считаю мое личное мнение что самое большое наказание для человека который закосил будем так говорить вот исполнение конституционного долга самое большое наказание может быть это поражение на какое-то определенное время в избирательных правах нет ну по закону есть криминальная ответственность за это но мы немножко не впустим Игорь одну секундочку мы говорим о другом мы говорим о тех людях которые выехали в свое время даже до начала войны ну возможно так у них случилось если они не возвращаться как бы к этим людям вообще не может быть никаких претензий это раз во вторых давайте вернемся посмотрим смотри помните недавно в Израиль летели евреи защищать страну и у нас писали евреи вот какой патриотизм летят защищать страну а наши наши хотят убежать я хочу сказать что вот этот весь нарратив это вина полная вина нашей власти которая незаконно неконституционно закрыла границу ключ положила под подушку коррупционеру и зарабатывает полтора лода на этом бабки потому что количество проданных выездов по системе шлях проданных белых билетов и вертикали по которым деньги дверь просто зашкаливает так вот у меня другой вопрос вот у меня товарищ есть который доктор исторических наук который работал в архивах Кракова на момент начала войны он собрался и в первый же день вернулся в Украину поехал защищать Киев пошел в вооруженные силы воюют все он сейчас не имеет права к своей семье за границу выехать понимаете что происходит происходит абсолютный маразм с закрытием границы это раз второе ну со скакома воинами не говорил заставить воевать людей которые категорически этого не хотят или этого боятся это подставить тех с кем рядом в окопах они будут находить хорошо какой стимул что нужно сделать для того чтобы люди были заинтересованы ну кроме конечно идеологических основ понятное дело да но в любом случае деньги выплаты 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 социальные наверное какие-то процессы которые сопровождают в случае каких-то проблем я имею в виду помощь инвалидам хорошая пенсия и так далее и так далее выплаты по здоровью пенсии пенсионное обеспечение а нам оказывают что мы уберем инвалидность понимаете ну они не так говорят они говорят что теперь людей с инвалидностью не будут так официально трактовать да а как-то ограниченно пригодные да или что то такое люди они могут перейти от инвалидности развиваться потому что если мы говорим что человек инвалид то мы ему приговор объявляем да этим самым а он же может видноваться ну и так далее у меня только это не про социальный статус это я про военный учет и про призывную историю а я и про социальный статус и про военный учет у меня к этим болящим ну иначе их назвать один вопрос а как вы думаете будет видновливаться человек без руки или без ноги или без двух а как на ваш по вашему мнению мая видновливаться человеку которого ну не на войне даже четвертая степень рака ну то есть вы соображаете что вы принимаете такое впечатление что они решили полностью слово социальная страна да да в конституции не то что вычеркнуть а вымарать закрасить вырезать выпалить каленым железом какая начерс социальная ты воевал но у тебя потерял руку или ногу но она у тебя обедновывается понимаете а вот эти психологические боли то о чем мы говорили да все вот эти вещи а обезболивающие как это все снимать он должен будет идти воровать работать а где ту работу взять грабить еще что то для того чтобы обезболивающие купить или как вы что дебилы делаете вы посмотрите на это глобально понимаете но когда парламент я скажу так когда парламент состоит с людей набранных на помойке то результат соответственный мне говорят нельзя так говорить еще что то я говорю ну ребята назовите мне хоть один застал парламента в котором одновременно были насильники психопаты люди которые умственно ограничены вот люди которые должны были сидеть десять раз до того как парламент попали люди которые смеются над всей страной ну и так далее и так далее ну ребята понимаете они проворачивают зарабатывают бабки на все такого присниться не могу я работал восьмом созыве парламента далеко не идеально далеко не идеально но чтобы вот такие схематозы как в этом парламенте я такого не помню при том насколько криминально примитивны слушайте а разве вины общества в этом нет ведь это же мы избрали этих друзей и не ответственность никогда никогда не снимал ответственности со своего народа из себя даже лично как публичной личности и политика за выбор своего народа заселенное торнадо которое произошло в 19 году я полон и поэтому я не кричу что я там веду парламент или еще куда я понимаю степень ответственности в этом вопросе но сейчас вопрос немного вдруг смотрите меня сейчас мало интересуют хромые утки с офиса президента и МЗС меня мало интересуют даже коррупционеры которых надо пачками отвалить меня интересует два сейчас в ближайшее время два направления это фронт и это энергетик по фронту ситуация контрнаступления провалена в Авдеевке большущие проблемы наступление на Купенск все это останавливается ценой героизма не потому что а вопреки понимаем да о чем я то есть дальше мы должны стабилизировать линию фронта строить оборонительные сооружения сооружения и как-то пытаться дальше о чем-то разговаривать и говорить это один это то что касается фронт почему потому что если не начать стабилизацию строительного фортификационно оборонительных сооружений то я боюсь чтобы где-то потом фронт не посыпался и не оказались ну какие-то вещи кстати за уши об этом не раз говорил и вообще у нас главнокомандующий скоро как вывеска будет ну грубо говоря я хочу сказать что реакция шмыгаля была на это дело он разродился на пятьсот семьдесят какой-то день войны сказал что да нужно строить оборонительное сооружение это было недавно сейчас насколько я понимаю шестьсот раз мой это недоразвитый которого поставили премьер-министром на полто через полтора года войны сказал у нас снарядный голод во всем мире только воюем мы мне что на весь мир как-то ну как и вам всем да это сам почему не запустил производство снарядов это не в высокотехнологическое производство нет вот вопрос это то что касается вооруженных сил и того что деньги выделяться будут меньше поэтому надо запускать свой ВПК они об этом заговорили только через полтора года а полтора года не надо было когда деньги рекой были их надо было пилить офшоры выводить но не строить ВПК не запускать снаряды патронные заводы не нет это военный аспект а энергетический аспект там же вообще мрак понимаете Виталий там мрак самый настоящий почему потому что посмотрите миллиарды миллионы повыделяли повыделяли на инфраструктуру повыделяли на энергетику а имеем большущую проблему и можем получить зимой не просто блокад а превращение наших многоэтажек в ледяные гробы почему мы переходили переходили и переход на на Вестернхау это заряды кассетки для атомных станций западных с российских на западные мы почему-то начали осенью не весной а осень ну почему-то естественно у нас советская атомная энергетика и станции адаптированы к русским нет я знаю эту историю это давно она процветает и как бы движется время от времени нам стержни для ядерных реакторов соответственно они меняют российские росатомские да 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 у нас сейчас два реактора остановилось потому что нет твэлов да нет потому что поставили американские твэлы а они не адаптированы были я хочу сказать что разница между российскими твэлами это многогранности и меньшие грани по моему у эстинхауза поэтому машина которая их опускает и поднимает это специализированная такая механическая да 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 это нужно целый процесс перестройки вот этих вот логистических они сделали начали запускать результат аварийная остановка ну надо меньше пива и вина было на атомные станции покупать а больше заниматься адаптацией ну вот это абсолютно согласен кстати игорь извините что я перебиваю вот абсолютно мне кажется уместна будет информация интересная которую я нарыл готовясь к разговору оказывается набу подозревает энергоатом в том что они разокрали сто миллионов гривен это по меньшей мере то есть это низший будем говорить так сегменты а если там копнуть возможно и больше в чем собственно смысл так это оказывается что они там подписали какой-то тайный контракт с непонятной фирмой которая должна заниматься достройкой ядерного хранилища ну там где значит отработано ядерное топливо сила сяк пулу фирм макетася что то такое да вот честно говоря то есть тема скользкая схема не придела там свои отношения с набу я уже думаю он каждый втором деле скоро появится его так любят вот ну дело что 100 миллионов да но это же мы говорим только про атомные станции и про проблематику я молчу о закупке я на закупка всего-всего-всего на запорожскую атомную станцию которая находится под контролем Росатома и русских военных а закупки идут у нас какая-то интересная история куда эти закупки о чем директор кстати назначенный за три месяца до оккупации запорожской атомной электростанции который сейчас сидит в Киеве это директор и числится главным инженером да атомники запорожские он имеет русский паспорт ну это так штрихи к портрету как говорится да но мы немножко отошли вы говорили о серьезных проблемах энергетики я просто иллюстрировал что даже в этой системе очень активно воруют у нас ситуация какая угля нет у у нас нет угля более того у нас по углю ситуация такая что господа которые контролируют госпредприятия а это господин Арахамия Давид и господин Игорь Абрамович бывший депутат от АПЗЖ который в Монако сейчас проживает это они контролируют центр энерго и они контролируют госпредприятия УКР Вугильня они расставили там своих людей свое руководство они поставили своих руководителей на прибыльные внимание прибыльные украинские шахты после чего они прекратили быть прибыльными уголь продавался государственным посредническим компаниям за допустим полторы тысячи гривен это во время прошлого отопительного сезона а перепродавался коммерческим компаниям допустим детеку за 7 тысяч а на государственные не закупался вообще в результате в хранилищах угля центр энерго а именно туда должен был идти наш государственный уголь ну в первую очередь государственное предприятие центр энерго это теплоэлектростанции в том числе ТЭС Трипольская которая Киев освещает и отапливает значит нету угля мышь повесилась нету я знаю мне известно что заключен контракт серьезный на поставку угля но это отдельная история я думаю я скоро буду держать этот контракт в руках и мы поговорим отдельно там будет о чем говорить по этому контракту не хочу забегать наперед но угля нету и даже если контракт будет выполняться он будет на весну выполняться что будет зимой боги мне некоторые говорят не будь скептиком будем топить газом я говорю ну это возможно не во всех случаях потому что они все ну к этому приспособлены но возможно частично будем топить хорошо а у меня вопрос а газ у нас есть если мы имеем ввиду наш газ ну отечественного выдавления нам его не хватит можно конечно выкачать технический газ который в самом низу уже десятки лет ну какого качества это газ и как это повлияет на хранилище природы это тоже большой можно еще конечно уворовать российский который через территорию украины несмотря на войну идет евро но боюсь тогда российская федерация закроет вентин и будем мы рассказывать всем на свете какие мы это ну у нас и так есть проблемы в европе допустим в словаке да я вот прошу там наших коллег журналистов политиков прекратить орать на эту фицу что он там пророссийский негодяй ну и тому подобное премьера слова говорю во-первых вы меньше слушаете смотрите на действия во-вторых включайте дипломатические переговоры разговоры тому подобное в-третьих зачем вы обращаете внимание на то что он заявляет что помощи украине больше не будет словаки нечем больше помогать украине она чем могла и что могла все отдавать ну то есть просто нечем я вообще расценю его риторику как шантаж Брюсселя и попытка выторговать для словаки что-то от Брюсселя в евросоюзе по согласованию да помощи украине ну и так далее вот но у нас же некоторые как степи сорвались ну да это очевидный факт но там же другая история мне кажется это стоит обратить внимание эта же риторика появилась не после того как он был избран и как он стал премьером он на этом построил избирательную кампанию и если его поддержали если он вернулся да опять на должность премьер-министра то наверное в обществе в словацком происходят какие-то трансформации процессы которые возрождают определенный негативный взгляд в сторону Украины и эта пошесть я думаю прокатится по всей Европе согласны ли с вами смотрите я вам скажу несколько вещей которые ключевые как раз в контексте того что вы говорили в отличии допустим от Польши где нагнеталась во время избирательной кампании антиукраинская истерия и были попытки ее использовать ну это надо честно сказать в отличии от Польши в Словакии такого нет ни один украинец который проживает сейчас в Словакии а я там много проживаю украинцев в том числе и наши с вами вообще хорошие знакомые они не почувствовали не заметили никакого отношения там проживают публичные личности с которыми я поддерживаю ну там отношения общаюсь там работают украинские рестораны ну и так далее и так далее и никакого антиукраинизма там нет я не говорил о антиукраинизме я говорил о той риторике на варианте таком мол давайте решить внутренние проблемы нам самим нужны деньги Украине мы поможем но в данной ситуации это для нас не является приоритетом это абсолютно прагматическая правильная реферика любой страны прокатится это все Европы надо учитывать фактор в Европе тот который сейчас происходит и он для украинского государства его надо решать не криками опять же не воплями не угрозами не законопроектами Венеславскую или Мазурашу да то есть его надо решать диалог дело в том что после начала израильско-арабского конфликта войны да по сути в Европе очень поднялся вопрос эмигратор в некоторых странах даже втихаря ненадежные личности которые засветились на митингах и так далее уже депортируются в негласном мы находимся в полушаге от реконкиста то есть возможности принятия Евросоюзом законов которые будут очень сильно влиять на мигрантов из арабских стран ну и так далее на этом фоне украинские беженцы украинские мигранты выглядают как ну вообще золотые люди которых Европа дала всю свою жизнь им создаются условия жилищные и тому подобное в Германии ну там во многих странах и тут а кто вернется да вот когда говорят тут еще на этот возврат накладаются сумасшествие от Венеславского с депортациями или от этого самого мазурация да то есть такое впечатление что эти люди делают все которые случайно попали в владные кабинеты делают все чтобы никто не вернулся чтобы не вернулся чтобы все остались где-то там далеко вы абсолютно рационально смотрите на перспективу к сожалению она если все проанализировать детально так и выглядит и вот в конце нашего разговора я хотел бы вам задать вопрос по этой теме знаете есть такая Элла Либановна Эллу Марленовну многие знают в Украине она директор института темографии и социальных исследований я лично с нею знаком она очень авторитетный ученый и многие вещи о которых она говорит вот на протяжении многих лет сколько я ее знаю да они как бы реализуются в жизни и вот последнее ее заявление меня насторожило она говорит о том и предполагает что Украине удастся вернуть после окончания войны не более половины граждан то есть сократиться вот сейчас Украина может с 37 миллионов ну так помните был такой цифровой опрос когда-то проводил какой-то там министр в свое время дубилит из-за того что да его раскритиковали но он там говорил что у нас около 37 миллионов несколько лет назад так вот она говорит с 37 от этой цифры если оплотнуться через 10 лет у нас будет 26 миллионов многие останутся за границей вот как раз речь это об условиях о финансировании и о помощи смотрите она называет очень оптимистические цифры я менее оптимистичен я говорю о цифре 19-20 миллионов но это не катастрофа если к этому правильно подойти это не крах это не гибель нации да но к этому надо правильно подойти каким образом к этому правильно подойти во-первых надо максимально стимулировать рождание максимально стимулировать финансово стимулировать рождание во-вторых надо прекратить взять на вооружение опыт Ирландии и прекратить отталкивать своих людей. В республике Ирландия живет 5 миллионов человек, 5 всего нас, а в мире ирландцев живет 80. Вы ни от одного жителя Ирландии не услышите, чтобы он сказал, что тот ирландец не такой и этот не такой. Более того, они ирландцами даже начинают считать людей, которые имеют половину ирландской крови, четверть ирландской крови. Ну, если кто не знал, то Барак Обама на четверть ирландцев. И они его принимали и называли своим братом и тому подобное. То есть они использовали. И почему Ирландия сейчас занимает одно из передовых мест по экономике? Да, одно из самых высоких положений в экономическом плане. 80 миллионов ирландцев в мире, среди которых много владельцев успешных корпораций и тому подобное, они не забывают о своей родине. И в Дублине открыты их представительства, их офисы, люди получают работу и тому подобное. Это подход глобального отношения к своему народу и к своей нации. Так случилось, что ирландцы чем-то похожи на украинцев в отношениях с соседней страной, с империей, с которой они бороться. Кстати, скажу так, я наблюдал весь день за этим мовным срачем, который нам вытерли в преддверии выборов. Я только вижу мовный, религиозный или исторический срач, я сразу чувствую запах выборов. Я записал по этому поводу ролик, а потом этот прибежал в Малюська, там начал испражняться на этом. Но дело не в этом. Дело в том, что в Ирландии больше 90% населения говорят не на ирландском языке, а на английском. Ну так исторически сложилось. Но они все патриоты, как иди. А бойцы Ира вообще изучали ирландскую в тюрьме. Ну, когда их там изловили британцы, время свободное появилось, и язык родной изучали. Это не мешало им бороться за их страну. И никто ирландца, который говорит на английском, не преследует за незнание ирландского. Но госслужащие все говорят на ирландском. Переписка на ирландском, ну, с госучреждениями и так далее, и так далее. Есть чему поучиться. Очень много разных моментов. Я там был в одной гостях, в одной из самых древних семей Ирландии. И общался. И очень много интересного, по-черкому. Да, это правда. Я тоже знаю немножко, как бы, вот эти вот тематические нюансы по Ирландии. И многое может быть вимиран для украинцев. Кстати, вот начинали мы с опроса к МИСа. Хочу напомнить, что кроме вопроса относительно доверия президента высокопоставленным лицам в Украине, они также провели опрос на этой неделе, что разделяет украинцев. Там много факторов. Но первый, гадалки не ходи, 53% – это языковой вопрос. То есть у нас в политике строят карьеры на этом. У нас, как бы, политические движения грешат, мягко говоря, вот этими всеми вопросами языковых проблем и так далее, и так далее. То есть если бы Украина каким-то образом сделала выводы, я говорю, в первую очередь, об обществе. Вот только что говорили о мовном сраче. Это, наверное, связано как раз с таксистом, да? Который перевозил барышень, и они возмущались, почему он не общается на украинском языке. В том числе возмущается. Мовный омбудсмен. Я скажу, что таксист – бык, что пассажир – тех обалки. Абсолютно согласен с вами. Но хочу напомнить, что сейчас война, и очень много переселенцев, которые очень слабо владеют украинским языком, пытаются найти себя в другом регионе, уйдя от тех военных событий, которые разрушили дом, не знаю, уничтожили все, что было нажито, небосильным трудом. Я уже не говорю о серьезных человеческих потерях. Они хотят как-то реализовать себя в Украине, и не могут этого сделать, потому что сталкиваются с серьезным буллингом и прессингом, который базируется на языковой теме. Но это тема для отдельного разговора. Игорь, я очень вам хочу сказать спасибо. Я отреагирую чуть на ваш спич и скажу, я являюсь автором закона языка. При этом я владею, как вы видите, русским. Я чудово разговариваю своей рівной мовой, материнской, в моей родине говорил украинскую, тому это самое. Я взагалі вважаю, що будь-яка людина, яка володіє, чим більшою кількістю мов, тим краще. Я вважаю, що українська дійсно має бути державна. Я вважаю, що в цьому сраче сьогоднішньому политика, і он був витягнут спеціально из-за того, що многие чувствують выборы, і хто-то хоче быть на місці Фариона, хто-то на місці Юрия Бойка. Я вважаю, що пассажирки ввели себе як хабалки, а водитель як бык поступив. І саме главное, що я вважаю, на це можна ставити, як кажуть, за черти. Якщо ми хочемо розвиття країни і хочемо, щоб вона розвивалася економічно, розвивалася духовно і так далі, ми повинні на 25 років, минимум, це поколення, цікл, ввести мораторий на публічне обсуждення і принятие решень з трьох вопросів. Вопрос языка, вопрос религії, вопрос истории. Тоді у нас буде будущее, тоді наша країна буде… Я, кстати, скажу, зараз на мене накидуться. Був такой пример, такого моратория, мирової історії, його ввёл генерал Франко після гражданської війни в Іспанію. Боліе того, создав кладбище под Мадрідом, далі на смерти, на котором був похоронений сам, над входом над которой, де похоронены конуністы, монархісты, пранкісты, анархісты, над входом на кладбище надпись «Они всі любили і боролись за Іспанію». Да, це показательна ситуація. Кстати, вот тоже яркий пример. Когда в Ізраїле вот це все началось, я помню, один із представителей КНЕС, это какой-то, наверное, оппозиційна партия, заявив о том, що, да, ми терпеть не можем на Заніях, у його приспішників, але зараз не время собачиться, поэтому ми об'єдняємся все в единий кулак с властью. К сожалению, в Україні уже 608-й день идет война, а этого так і не відбувається. І ніхто з усіхопоставленних лиців президента Росії так і сказав. Віталій, Датаняху їм предложив создати правительство національного єдинства. Вот в цьому йде речі. Я говорю, що Зеленський відбувається Черчилля, чем? Підбувається. Підбувається, це наш Черчилль. Кій Черчилль? Підбувається, що зробив Черчилль, він протягнув руку оппозиції і создав правительство національну єдинство. Ну, если бы эти ребята, які сейчас находяться на вершине власти, владели историческими фактами, хотя бы читали книжки исторические, вони, можливо, имели бы представление. Но так, три класа церковной школи, хотя, почему я грешу? Церковной школе тоже не грешу. Не надо, вы грешите. Да, там, я вам тоже давали более объемное образование, в том числе историческое, чем, не знаю, ну, такая жизнь, а она рождает таких людей. Зеленый большевизм. Зеленый большевизм во всей красе. Ну, это сказали вы, Игорь. Спасибо большое, Игорь, за то, что ответили на мои вопросы, поделились своими мыслями. Это, я думаю, очень интересно нашим зрителям. Надеюсь на вашу благосклонность в будущем. Сегодня гостем канала Дики Лайф был Игорь Масичук, политик, публицист, блогер. Меня зовут Виталий Дики, это мой канал Дики Лайф, подписывайтесь на него, безусловно. Если вас можно, делитесь видео, я не знаю, там, комментируйте, ставьте лайки, это для меня очень важно, и через небольшое промежуток времени встретимся, не теряйте оптимизм. Большое спасибо и до встречи.